Тунисское вязание Пряжа меньше, чем у крючка, где-то процентов на 20. И, в общем-то, вещи, связанные, плотно связанное тунисским крючком, меньше деформируются, поскольку оно, в общем-то, довольно плотное. Используют в тунисском вязании вот такие вот длинные крючки, длиной 30-40 см. На конце есть ограничитель. Отличаются эти крючки от обычных тем, что у них вот нет площадочки для пальцев. Сейчас вы поймете, почему так сделано. Ну, в общем-то, таким длинным крючком, может быть, не очень удобно вязать. Но сейчас вот есть в продаже вот такие вот двойные крючки с леской с двух сторон. Ими можно вязать, в общем-то, по кругу и с одной, и с другой стороны. Бывают, значит, не целиком леска, а вот тоже ограничитель. То есть, вот как у спиц, леска и потом ограничитель. Давайте посмотрим, как же вязать тунисским крючком. Начинается вязание с цепочки из воздушных петель, в общем-то, с обычной. Я специально вот взяла толстую пряжу, чтобы все было видно, поскольку в тунисском вязании большую роль играет то, куда мы вставляем крючок. Вяжем цепочку из воздушных петель. В данном случае нам количество петель не имеет значения, поскольку мы вяжем не рисунок, а, так сказать, гладкий образец. Ну, вот, давайте так. Теперь будем смотреть подробнее. Каждое полотно тунисского вязания состоит из попарных рядов. Вяжут его все время с одной стороны, не поворачивая. То есть, мы набираем петли из цепочки. И набираем их до конца ряда. То есть, с каждой петли нашей начальной цепочки мы набираем петельку. Именно для этого и нужны вот такие вот длинные крючки. То есть, чтобы связать изделие, это необходимо. Вот мы дошли до последней петли. Видите, мы набрали петли вот из каждой петелечки. Теперь мы вяжем второй ряд. Мы закрываем все наши петли. Делается так. Берем ниточку и протягиваем ее через две петли на крючке. Опять берем ниточку, через две петли протягиваем. То есть, каждый раз мы вот так вот закрываем. Протянули. Это самый простейший, так сказать, способ. Итак, идем до конца ряда, пока у нас на крючке не останется одна петля. Одна петелечка у нас осталась. Это мы связали вот такой двойной ряд. Теперь дальнейший вид нашего образца зависит от того, откуда мы будем набирать петли для следующего ряда. Давайте посмотрим подробнее, из чего состоят тунисские столбики. Вот, собственно, сам тунисский столбик. Это его передняя ножка. И в них проходит вот эта вот косичка закрепления. То есть, здесь получается очень много мест, откуда можно вязать. Самый простейший мы будем вязать вот под верхушечку вот этого вот, этого столбика. То есть, сейчас я набираю петли вот из предыдущего столбика. Ввожу крючок вот сюда и набираю таким образом петли следующего ряда. Так, иду до конца ряда. Вот я набрала все петли. И теперь вяжем ряд закреплений. Обратите внимание, что вот при вязании тунисским крючком его неудобно. Вот обычный крючок я держу так, а тунисский идет вот таким способом. Значит, первую петелечку я вяжу, провязываю одну. Для чего? Чтобы полотно не уменьшалось. А дальше, так же, как уже показывала, по две петелечки. Вот получился второй ряд. Дальше вязание идет точно так же. Только нужно не забывать вот на этом краю набирать вот из последнего столбика, чтобы полотно не уменьшалось в размерах. То есть, все то же самое. Вводим крючок и набираем петельки. Так, вот это самый простой вариант тунисского вязания. Вот я связала еще несколько рядов и получилось вот такое вот полотно. Значит, оно плохо тянется. То есть, форма устойчива. Единственное, вот видите, оно хочет скрутиться, то есть, так же, как вот полотно, связанное спицами. И вот по изнанке это очень похоже на изнаночную вязку спицами. Вот, поэтому я и говорю, что, в общем-то, это что-то среднее между спицами и крючком. Но полотно очень плотное. Даже несмотря на то, что я вязала довольно свободно. Вот это самый простейший вариант тунисской вязки. Единственное, хочу напомнить, чтобы полотно не уменьшалось по этому краю, нужно брать самый последний столбик и в обратном ряду провязывать сначала одну петелечку, а потом уже по две.